друзья всем большой привет рада вас приветствовать на своем канале меня зовут насти снимаю ролики про макияж и косметику друзья в сегодняшнем видео я бы хотела с вами поговорить и рассказать вам о уходе и о макияже пожалуй самой проблемной зоны на лице это зона под глазами как вы можете видеть я тот человек который страдает сразу от двух проблем а именно и от синяков и от мешков под глазами более того у меня нет не совсем мешки под глазами а у меня просто такие впадины здесь под глазами что собственно всегда делает меня уставший не отдохнувший не выспавшийся даже если я гуляла ночью хорошо даже если я гуляла очень много времени провела на свежем воздухе если я выспалась хорошо поела и в общем если я это все соблюдаю все равно эти впадины у меня есть и от них никуда не деться конечно с помощью макияжа перекрыть именно сами мешки под глазами невозможно это не то чтобы сложно это просто невозможно потому что это уже рельеф кожи и какими-то красящими средствами скрыть именно рельеф просто нельзя для того чтобы исправить вот вот эту ситуацию нужно уже принимать более так скажем серьезные меры то ли косметологические то ли даже хирургические скажу честно я немножко узнавала по поводу всех этих вещей но как только я поняла что это будет достаточно серьезное предприятие я поняла что по крайней мере на данный момент в жизни мне это не нужно я уже практически 28 лет живу вот так они у меня есть самого детства я уже в принципе смирилась и привыкла и я обхожусь только косметикой для того чтобы скрыть вот эту свою проблему важно красить эту зону под глазами даже если у вас нет никаких проблем все равно ее важно красить правильно потому что если у вас сделан прекрасный макияж но эта зона проработана плохо в любом случае макияж будет смотреться уже не так выигрышно как мог бы надеюсь это видео будет вам полезным давайте начнем я для начала хотела рассказать вам сначала немножко про уход потому что с ухода все начинается без ухода нельзя уход под глазами это они свои средства это не средства для лица и здесь я не скажу на самом деле ничего интересного но просто решила с вами поделиться чем я пользуюсь и так первое это обычный крем для глаз вы знаете на самом деле сейчас в данном этапе своей жизни я не ищу каких-то супер бомбических кремов или кремов с нереальными какими-то свойствами и обещаниями мне нужно чтобы крем просто увлажнял кожу под глазами сейчас я пользуюсь кремом от бренда серави крем для глаз по моему у них линейки 1 я им пользуюсь сейчас до этого я очень много раз покупала оранжевый крем пеп старт от клиник он также мне нравился он также хорошо увлажнял кожу под глазами по консистенции он более легкий чем этот тот от клиник он более такой знаете гелевый но не то чтобы он прям гелевый гелевый но он более легкий реально чем вот этот это знаете прям такой как супер густая сметана но при этом тоже хорошо увлажняет поэтому какого-то фаворита у меня здесь нет я покупаю любой крем который хорошо будет увлажнять кожу под глазами сейчас у меня я им довольна но еще один крем который я хотела бы отметить отдельно это вот такой вот крем от бренда kills называется midnight recovery ай этот крем насколько я вообще в курсе специально разработан для того чтобы уменьшать видимость синяков под глазами конечно они у меня не прошли от использования этого крема но то ли это убеждение то ли действительно так мне показалось что при регулярном использовании этого крема они действительно чуть чуть бледнее стали в моем случае мне это не то чтобы особо помогло потому что они у меня и так достаточно сильно выражены мне нужно я не знаю в какой концентрации использовать этот крем чтобы они прошли полностью тем не менее все равно это был приятный бонус и если у вас что-то смущает немного в этой зоне под глазами и вам немножко синевые немножко синевые у вас есть которые вы хотели бы убрать то попробовать вот этот крем потому что он правда очень классный да он не самый дешевый но мне показалось что от него действительно есть эффект и у меня уже вот это по моему вторая второй тюбик крема и я не зря его покупаю цена у него не то чтобы низкая и да я не зря его купила потому что мне показалось что от него эффект действительно есть далее я бы хотел вам рассказать про две сыворотки которыми я пользуюсь каждый день утром я в принципе пользуюсь ими и на все лицо их наношу и обязательно на зону под глазами эти две сыворотки они обе с кофеином и на самом деле у них цена примерно одинаковая одну просто нужно заказывать откуда-то из интернета чтобы из-за границы привезли другую можно приобрести в интернет-магазине можно в обычном магазине но они у нас в россии потому что бренд по моему российский итак первая сыворотка это за заординари за ординари с кофеином она идет формате с пипеткой как и практически все сыворотки из ординари она очень легкая быстро впитывается люблю наносить ее утром потому что кофеин составе как раз таки немножко кожу взбадривает в том числе эту зону под глазами конечно каких-то супер видимых опять-таки результатов нет потому что у меня не пропадают синяки у меня не пропадает вот эта моя впадина все остается на своих местах тем не менее когда вот я ее использую знаете мне кажется я делаю что-то хорошее для своей кожи с утра потому что она действительно чуть-чуть вот немножко подтягивается и взбадривается такой же эффект я получаю от использования вот этой сыворотки также с кофеином от бренда левра она называется it's coffee time они идут вот в таких коробочках все сыворотки и сама сыворотка она выглядит вот так она уже в тюбике храню я ее в холодильнике потому что вообще насколько я в курсе эта сыворотка с более натуральным составом чем это от the ordinary однако я могу ошибаться вы можете меня поправить если вы уверены в информации которая у вас есть и она отличается от моей в общем эту сыворотку я храню в холодильнике также использую ее с утра в принципе я вот день это дня ратируя эти две сыворотки утром эффект от них одинаковый обе они мне нравятся опять-таки значимых изменений на лице я не вижу но чувствую что моя кожа немножко более подтянута после долгого но чаще всего все-таки короткого сна далее я бы хотела сказать последний пожалуй про уход это то что кремами или кремами для глаз я пользуюсь на ночь но с утра я ими не пользуюсь не знаю почему у меня нет такой привычки пожалуй это пошло от того что крем достаточно долго впитывается а мне нужно быстро встать накраситься и уходить по своим делам и поэтому у меня нет времени сидеть и ждать пока крем впитается но с утра я обязательно использую патчи под глаза в принципе опять таки это могут быть любые пальчи которые вам нравятся которые не щипят кожу под глазами потому что такие патчи встречаются они и мне попадались и мне тоже щипали хотя не считаю что кожа у меня супер какая-то чувствительная могу показать те патчи которыми пользуюсь сейчас и которые мне нравятся но как я уже упомянула в принципе все они достаточно похожи ищите по отзывам или по чьим-то рекомендациям и так первое это петит фи black pearl and gold выглядят следующим образом я покупала их то ли на херби то ли золотом яблоке честно говоря не помню они идут вот с такой вот лопаточкой она вам понадобится тогда когда вы откроете саму банку и для того чтобы в нее руками не залезать вы лопаточкой приподнимаете патч отклеиваете его от всех остальных и наклеиваете на лицо обязательно после умывания и нанесения какой-нибудь из сывороток с кофеином я наношу эти патчи после чего завтраку и когда заканчиваю кушать а кушать с утра я должна обязательно иначе я всех при убиваю пока куда-нибудь доеду и пока как раз таки за то время что я завтраку и эти патчи срабатывают они опять-таки немножко подтягивают эту зону увлажняют ее и уже затем а я остатки вбиваю в вот как раз таки сюда же и кожа у меня увлажнена они она немножко подтянуты и готова к нанесению макияжа еще одни патчи похожие вообще формат абсолютно такой же но уже от бренда орфия я честно говоря не знаю как они читают как считается название бренда но тоже классные патчи единственное что в них меня смущает немного состав у этих кстати состав я не знаю но вряд ли он тоже супер хороший потому что идти и другие стоят в районе где-то 1200 наверное рублей могу немножко ошибаться но примерно в таком районе но в общем-то ищите по рекомендациям любые пальчики которые не будут щипать глаза и которые будут увлажнять в принципе для меня с утра этого достаточно также я хотела отдельно упомянуть патчи от бренда шоссейда называется ай ринкл как-то там покажу здесь фотку или или картинку как они выглядят они стоят дорого но они того стоят я не так часто рекомендую вам те средства которые дорогие действительно но поверьте эти патчи того стоят они действительно разглаживают кожу под глазами и опять таки они не устраняют мои снеги и конечно же вот эту впадину естественно естественно но их я вот люблю использовать найти перед каким-то важным событием их использовала перед свадьбой например то есть они реально дают видимый эффект у меня их сейчас нету я их не покупаю регулярно у меня мне не так часто нужен такой эффект но когда он не нужен я знаю что я могу обратиться за ними за ними и они мне этот эффект обеспечить ну что теперь давайте перейдем непосредственно к проработке именно макияжу к макияжу глаз точнее под глазного пространства что первое мне хотелось сказать во первых если у вас есть синяки как у меня то я бы вам рекомендовала особенно если это какой-то макияж на выход или вечерний макияж когда у вас будут темные глаза в общем именно в каких-то таких вот специальных случаях я вам рекомендую использовать корректор под глаз на каждый день я сама это уже делаю не всегда и вы это можете делать не всегда тут на ваш вкус но на какой-то вот на какое-то мероприятие я это делаю всегда корректоры это такие цветные консилеры грубо выражаясь которые не перекрывают особо недостатки они их покрывают цветом для того чтобы затем консилер хорошо сработал как раз таки их перекрыл корректоры бывают абсолютно разные они бывают фиолетовые для предметных пятен они бывают зеленые для устранения красноты они даже бывают желтоватые если у кого-то знаете такой землистый оттенок лица а еще они бывают вот такие розоватые или цвета лососьевого button down like a faded salmon color you mean your pink shirt faded salmon color корректоры вот такого персикового цвета они прекрасно работают для того чтобы скрыть вот эту синеву могу сказать следующее они варьируются по цвету от розового до персикового и в целом они просто предназначены немножко для разных тонов цветов кожи если вы такая же светленькая бледненькая как я то вам больше подойдет розоватый оттенок если кожа у вас уже более смуглая более оливковая то вам нужно искать более оранжевый цвет вот как раз таки у этого никс цвет более ну именно вот оранжевый так скажем да есть тоже грубо выражаться вот и у этого корректора от catrice цвет более розовый и вот этот подходит мне лучше чем вот этот этот мне немного темноват и поэтому он не всегда может сработать на именно скрыть и вот это синевые вот этот розовый работает прекрасно потому что он делает эту зону прям сразу более свежей и более яркой затем какие корректоры вообще надо покупать покупайте те которые вам нравится главное чтобы они не сушили кожу в принципе бытует такое мнение что корректор в баночках кожу сушит но как вы видите у меня оба эти корректоры в баночках и ни один из них кожу не сушит от себя могу порекомендовать вот этих двоих также еще корректор от бобби браун еще корректор от бренда мак он уже идет в формате таком такого зайти как фломастер с кисточкой и я сама хочу очень попробовать корректор от бренда бэка тоже в баночке вот четыре названных мною которых я пробовал которые я пробовала они кожу не сушит они прекрасно подходят для того чтобы скрыть синеву давайте наверное я вам продемонстрирую как я это делаю возьму как я уже сказала более розовый корректор который мне подходит лучше вот я наношу его вот такой вот синтетической маленькой толстенькой кистью но вы можете носить его хоть пальцем хоть спонжем хоть кистью хоть чем вам удобно итак я набираю его на кисть и сейчас я накрашу один глаз а второй не буду для того чтобы вы увидели разницу здесь я хотела прокомментировать что я крашу как вы видите я наношу этот корректор только на сам синячок где у меня есть собственно синий цвет я не веду его кресницы я не опускаю его ниже я хочу скрыть только сам синяк это во-первых а во-вторых я не вижу смысла наносить его на всю вот эту зону потому что сверху я буду наносить еще консилер и вот это наслоение будет смотреться уже менее натурально будет видно что я накрашена сильно мне этого эффекта не хочется я хочу выглядеть максимально естественно поэтому я наношу его только туда где он не действительно нужен я всегда после того как нанесла его да кстати наношу я его еще и вот сюда во внутренний уголок не забывайте это место потому что здесь тоже всегда есть синячок и он выдает вашу усталость если вы его не прокрасить и и вот после того как я нанесла этот корректор я всегда пальчиком прохожусь по нему потому что мне кажется что таким образом он еще лучше сливается с кожей и и я очень надеюсь что на камере видно до и после нанесение корректора это только корректор нет еще консилера и прочих средств это только он я надеюсь что до после вы можете оценить в полной мере теперь немного к тому как макияжем так скажем визуально попробовать уменьшить и снеги под глазами как я уже точнее мешки под глазами как я уже сказала сделать это невозможно но можно попытаться визуально уменьшить их видимость чуть-чуть я для этого использую белый карандаш это может быть белый пигмент белые не знаю там что-нибудь белое я использую такой карандаш от бренда никс я уже не знаю сколько ему лет мне кажется я использую в принципе в последнее время только для этого у меня также есть белый пигмент от бренда инглот просто белый пигмент который тоже раз наношу сюда на эту область а в принципе выбирайте опять-таки текстуры легкие которые не будут сушить кожу под глазами потому что она достаточно тонкой деликатная и что-то тяжелое и такое высушивающее туда наносить не нужно так вот я беру белый карандаш и чисто на саму впадину наношу его вот таким образом смотрится это безумно странно я прекрасно знаю что вы думаете что я возможно чеканутая но в чем прикол я его затем растушевываю пальчиком и пока растушевываю расскажу итак мы с вами хотим замаскировать насколько это возможно впадину впадина это так скажем тень под глазом поэтому нам нужно постараться сделать так ну как бы постараться выдвинуть эту тень выдвинуть вот эту впадину вперед чтобы как будто бы визуально до сравнять рельеф для этого мы наносим с вами светлый оттенок который будет имитировать свет и визуально будет получаться что это впадина просто не такая глубокая да будет заметно что она есть но она будет казаться просто меньше это максимум того что вы можете сделать в макияже для того чтобы скрыть именно сам в мешок соответственно у меня строение под глазом пространство вот такое уже дальше вы пляшите от своего строения если у вас например есть вот именно в мешок и затем впадина то постарайтесь на саму впадину носить более светлый оттенок а на мешок более темный таким образом сам мешок вы как бы задвинете в тень а впадину выдвинете и визуально это чуть вот этот как бы рельеф чуть сравняется он опять таки будет заметен но станет просто заметным чуть меньше ну так вот я нанесла этот белый пигмент и теперь переходим к консилерам здесь у меня есть две рекомендации которые мне кажется вы знаете за весь мой опыт покраски остальных людей и себя в том числе мне кажется вот эти два подходили вообще всем и оба они кстати от бренда на 1 1 и вот в формате в таком он уже достаточно такой старичок это креме рейдинг консилер ему наверно лет в смысле не баночки а сам продукт на рынке есть мне кажется лет пять может быть чуть чуть поменьше а прекрасная вещь он идет в формате с спонжем он мне кстати уже заканчивается он не сушит зону под глазами что очень важно с ним можно переборщить поэтому наносите понемногу вы всегда можете добавить и это намного проще чем убирать какие-то излишки очень его люблю прекрасно перекрывает и кстати работает хорошо не только под глазами но и на всех остальных других местах 2 консилер как я уже сказала тоже от нарс но уже вот в таком формате в баночке называется он soft soft matte complete консилер выглядит в общем то вот так он тоже достаточно сильно пигментирован опять-таки можно с ним переборщить поэтому наслаивайте если вам это нужно оба они скатываются под глазами как и любой другой консилер поэтому их желательно закреплять пудрой если вам не нравится эффект консилера вот в этих маленьких морщинках я оба закрепляю пудрой они оба прекрасно пигментированный они не сушит кожу под глазами хорошо перекрывают синеву особенно особенно если внизу есть корректор в общем у меня нет ни единой жалобы к ним просто вот просто мое спасение наносить оба их можно опять-таки тем способом которые вам нравятся пальчиком кистью спонжем как вам удобно давайте я возьму вот этот creme radiant в формате с спонжем и обязательно я ставлю один как бы так скажем штрих во внутренний уголок глаза где есть синяк и затем еще несколько собственно под самим глазом и давайте я просто для примера возьму кисть это кисть которой я пользуюсь уже достаточно давно это дуа фибра от бренда эльф которую купила нам на сайте айхерп и вот такими движениями я растушевываю консилер я немножко оттягиваю его вниз я не просто полукругом растушевываю его я немножко оттягиваю вниз в том числе далее когда вы растушевываете консилер никогда не тяните кожу под глазами вам это ни к чему вам это не нужно и вообще для того чтобы растушевать консилер делать этого тоже не стоит просто очень легко касаясь растушевываем его ну что консилер мы с вами нанесли а сейчас вы видите опять-таки до после уже с корректором белым пигментом и консилером и теперь самое время консилер закрепить у меня здесь есть опять-таки две рекомендации это две пудры вы знаете пудра в принципе такая вещь которая никогда не должна сушить кожу лежать маской быть заметной она должна только закреплять макияж только если это не какая-то пудровая тональная основа вот а во всех остальных случаях пудра предназначена только закреплять макияж и здесь у меня есть первые первая рекомендация это пудра которая стоит недорого которую можно купить на вайлдберрис в подружке это пудра от бренда в этом вайлд называется пресс powder компакт фотофокус я уже не знаю сколько раз я о ней говорила это прекрасная пудра она безумно мягкая очень мелкого помола шелковистая приятная подходит я ее рекомендовала даже тем у кого кожа сухая и им она тоже подходила просто прекрасная находка она очень похожа на минералайз скин финиш от мак но пожалуй нравится мне даже больше потому что мне кажется что она еще более шелковистая просто вот реально очень вам ее советую если вы ее еще не пробовали или не слышали что я про нее говорю 126 раз то я вам очень рекомендую ее попробовать потому что даже если она вам вдруг не понравится то она стоит действительно недорого и стоит того чтобы ее попробовать и вторая моя рекомендация это такая вот штука от бренда bear minerals это тоже пудра хотя ну называется этот продукт как консилер это пудровый консилер короче говоря если по-правильному выражаться очень классный формат упаковки я просто не могу нарадоваться потому что здесь есть вот такая штука которую нужно повернуть прежде чем высыпать продукт куда-то для использования прекрасная вещь потому что во-первых хорошая покрывающая способность во-вторых действительно подсвечивать зону под глазами и в третьих вообще незаметно на лице и особенно незаметно под глазами и это очень ценно я купила этот продукт в берлине потому что у нас этот бренд не представлен к сожалению поэтому если вы где-то будете за границей то присмотритесь называется bear мир из консилер у меня в цвете диск вот так как его купить у нас нельзя давайте я вам покажу применение вот этой пудры которая кстати забыла сказать тоже хорошо так подсвечивать зону под глазами немножко очень мягко но немножко это делает я набираю немного пудры на кисть и очень легкими движениями опять-таки очень легкими я закрепляю консилер я вам хотела рассказать еще две вещи которые на самом деле мне кажутся очевидными но мало ли вдруг вы про них не знаете или или еще что-нибудь так вот что еще будет здорово сделать для того чтобы отвлечь людей от ваших проблем под глазами это нанести какой-нибудь телесный карандаш на нижнюю водную линию прекрасный вообще способ для того чтобы во-первых освежить взгляд вы будете казаться более выспавшимися потому что вот этот эффект недосыпание и усталость да он немножко сгладится от применения такого телесного карандаша давайте я просто нанесу карандаш на водную линию и вы сразу все сами увидите хотя мне кажется на камере эффект будет не так заметен но поверьте в господи в реальности карандаш заметен и реальный эффект есть он скрывает вот эту красноту и делает вас более отдохнувшими у меня здесь есть две рекомендации по карандашам одно из них мне кажется вы уже много раз видели и слышали особенно те кто смотрит меня уже достаточно долго и так первое это карандаш от бренда риммель у меня уже вот такой маленький огрызок он называется скэндалайз айкол наверное в цвете 0.05 нюд чем он классный это тем что он считается водостойким и да он не держится прямо на протяжении всего дня в таком же виде в котором вы нанесли его в начале но оттенок все равно в конце дня вот здесь есть и это очень круто потому что это водная линия соответственно все на слизистой стирается очень быстро и за ту цену за которую этот карандаш продается это прям безумно круто и и второй карандаш которым я как раз таки сейчас пользовалась это карандаш от бренда ингл от называется call pencil в цвете 05 опять-таки телесный карандаш чем отличается от предыдущего он более мягкий и более пигментированный поэтому вот на самом деле этих таких карандашей подобных вы можете найти в любом бренде можно купить бежеватый как как я вам сейчас показала можно купить розоватый белый не рекомендую потому что это уже слишком ярко не так естественно но вот какой-нибудь розоватый или бежевый это смотрится просто прекрасно опять-таки немножко освежает взгляд но и последнее наверное о чем я хотела бы сказать это блик во внутреннем уголке глаза вы знаете даже если я не делаю макияж глаз вообще никакой я всегда хайлайтером для лица ставлю блик во внутренний уголок глаза потому что это опять-таки делает меня более отдохнувший и свежий я возьму любой хайлайтер для лица вот это неважно какой небольшой кистью ставим блик только аккуратно все-таки блик он должен обнимать вот этот внутренний уголок глаза потому что это не просто что-то мы имитируем как будто сюда падает у нас свет и поэтому мы кажемся более свеженькими и вот так вот такой результат у нас с вами получается я очень надеюсь что камера передает до после который я сейчас вижу себя в зеркале соответственно накрашенное подглазное пространство со всеми штучками выглядит конечно не идеально не так как у тех людей которым повезло и у них здесь все ровненько и красиво и все же намного лучше чем то с чем я вот родилась и с чем я живу надеюсь что ребята это видео было для вас полезно правда попыталась рассказать все свои лайфхаки это все чем я сама конкретно пользуюсь для себя и для клиентов а на каких-то съемках или еще на чем-то и и про уход и про макияж мы с вами поговорили надеюсь что вам понравилось это видео было для вас полезным если так то пожалуйста не забудьте поставить ему лайк подписаться на мой канал чтобы не пропустить будущее видео и спасибо вам большое за просмотр всем до встречи всем пока